Рассмотрим версию, почему запретили дирижабли. Тема интересная, и она напрямую касается секретов нашего реального мироустройства. На самом деле мало кто догадывается о реальных причинах, но вначале общеизвестные факты. Считается, что дирижабли строили в конце 19-го – начале 20-го века. На самом деле это не так, и это мы рассмотрим позже. Но выбор, что развивать дирижабли или самолета строения был, причем дирижабли объективно были более перспективной вещью. Рассмотрим, почему. Комфорт. При неограниченных объемах каюты могут быть как на круизном лайнере, и все удобства на соответствующем уровне. Грузоподъемность и дальность перелета. Дирижабль может взять на борт больше пассажиров, чем самолет, либо колоссальное количество грузов. Представьте себе круизный лайнер в воздухе на 3-4 тысячи пассажиров на борту. Дирижабль – это высочайшая надежность и безопасность, если в качестве газа не использовать взрывчатые вещества. Есть варианты теплового наполнения, либо комбинированные, и все имеют свое преимущество. Безопасность в разы выше, чем у самолетов или вертолетов. На самом деле даже в самых крупных катастрофах дирижабли показали высочайшую выживаемость людей. Экономичность. У этого вида транспорта значительно меньший расход топлива, как следствие, ниже стоимость полета и расчета пассажира километр, либо на единицу массы перевозимого груза. Ими можно было бы заменить значительную часть морских грузоперевозок. У дирижабля есть неограниченное время нахождения в воздухе, как на антигравитационной тяге. Для него некритична аэродромная инфраструктура и посадочная полоса. Он может вообще не приземляться, а просто зависать над землей. Разумеется, скептики заявят, что у дирижабля масса недостатков, к примеру, он медленно летит. Это не так. Можно легко строить стратосферные дирижабли, которые будут подниматься на 20-30 километров и летать со скоростью более 1000 километров в час. Это благодаря разряженной атмосфере на большой высоте, и размеры и форма там уже не важны. Кроме того, те, кто будет лететь на дирижабле, могут плыть, как на корабле с относительно небольшой скоростью в воздушном круизе. В большинстве случаев высокая скорость и выход в стратосферу вообще не нужны. Просто надо помнить, что в первой половине 20 века дирижабли летали со скоростью до 150 километров в час. Утверждают, что у них плохая маневренность. Это тоже не так. Современному дирижаблю нет необходимости быть баллоном с гондолой, как это делалось в начале 20 века. Можно придать любую идеальную подходящую форму, чтобы обеспечить и маневренность, и обтекаемость. Высадку пассажиров можно обеспечить при помощи причальной мачты, зависания самого аппарата над землей, либо при помощи опускаемого лифта дирижабля. Доходь вертолетами прямо с борта. Аппарат аэродинамичной формы, оснащенный реактивными двигателями, он будет себя вести не хуже самолета при полете и посадке, и даже гораздо, гораздо лучше. Также вроде большой минус это большие ангары. Но если подумать, такой ли это минус, никто же не считает сухие доки, куда влезает круизный лайнер, чрезмерно затратными. Если все это было бы выпущено на поток, то дирижабли стоили бы дешевле современных Боингов, и обслуживание гораздо проще. И вот при всех невиданных перспективах груза и пассажироперевозок случилось одно событие, которое поставило крест на развитие дирижаблестроения. В 1936 году был построен цепелин ЛЗ-129 Гинденбург. Он имел 245 метров в длину, 41 метр диаметром и 200 тысяч кубометров газа в баллонах. Четыре дизельных двигателя мощностью 1200 лошадиных сил каждый способны поднять воздух до 100 тонн полезной нагрузки. Дирижабль в безветренную погоду развивал скорость до 135 км в час. И вот однажды по официальной версии в Германии не смогли найти гелий, чтобы заполнить баллоны, и в итоге дирижабль был наполнен взрывоопасным водородом. И вот 6 мая 1937 года дирижабль после трансатлантического перелета прибыл из Германии в Соединенные Штаты. Заметим, что трансатлантический перелет для такого дирижабля – задача рядовая. Представьте себе средневековых мореплавателей, узнание о таком простом способе пересечь Атлантический океан. Колумб, как мы все считаем, даже в самом фантастическом сне не смог бы себе представить такой вид транспорта. Или нам история что-то недоговаривает. Но об этом позже. Итак, Цепелин зашел на посадку и внезапно взорвался. И через 30 секунд рухнул вниз. И даже в такой ситуации погибли всего 35 человек из 97 пассажиров и членов экипажа. И вслед за этим прошла рекламная кампания об опасности дирижаблей. На дирижаблях был поставлен жирный крест, и их место заняли самолеты. Конкуренты были уничтожены. А теперь просто обратимся к здравому смыслу. К примеру, представьте себе, что в эпоху, когда поезда, автомобили, самолеты вошли в обычную жизнь и являются частью экономики цивилизации. Начиняют, например, поезд взрывчаткой и взрывают его. А затем запрещают этот вид транспорта. Переплавили рельсы и не стали развивать даже электропоезда. Либо взрывают бензиновый бак автомобиля, показывают всему миру, насколько опасен этот вид транспорта и запрещают его вообще. Создают крушение самолета, показывают всему миру, что это очень опасный вид транспорта и запрещают самолетостроение. И это именно то, что было достигнуто инцидентом с Цеппелином Гинденбург. Кстати, точно так же в начале 20 века посчитали неэффективным электромобилестроение. В 90-х годах провели эксперимент, выпустили несколько тысяч электромобилей в США. И когда люди уже совсем привыкли к этому новому забытому виду транспорта, снова удалили его из оборота. Тысячи активистов были против уничтожения такого отличного и недорогого экологического вида транспорта, но это не возымело никакого эффекта. Все они были принудительно утилизированы. И вот уже снова электромобилестроение было возрождено где-то после 2005 года. Но только когда придумали, как сравнять затраты на его эксплуатацию с остальными видами транспорта. То есть электромобили стали выпускаться дорогими, батареи быстро выходят из строя и съедают всю экономию. Как мы видим, глобальное управление само решает, какие виды транспорта будут развиваться, а какие нет. Ну и понятно, что в частном порядке никто даже не сможет построить дирижабль. По простой причине, что все патенты выкуплены. Да и никому не дадут полетных коридоров. Хоть это и не афишируется, дирижабли все-таки строят, но в узкоспециализированных областях. К примеру, поднять спутник в стратосферу, в метеорологических или даже рекламных целях. Рассмотрим летательные аппараты неопределенных средних веков. По официальной истории можно предположить, что это творческие фантазии человека 19 века, которые предвосхитили эпоху воздухоплавания. Однако, чем больше мы будем рассматривать эти летательные аппараты, тем больше нам будет казаться, что все это кто-то когда-то строил. Или по памяти восстанавливал разнообразные типа модели. Тут мы видим, что аэростат применяется в военных цели. Видим здесь выхлоп у аэростата. Большой руль, значит он предназначен для какого-то направленного движения. Аэростат на приколе. Арка – элемент античной архитектуры, когда это все происходило. Применение аэростатов в военных целях. Неудачные приземления в воду. Аэростат спокойно маневрирует среди гор. Что интересно, кажется, что вот эта железная дорога и он эвакуирует какой-то вагон. При большом использовании аэростатов вероятность всяких несчастных случаев возрастает. Аэростат поднимает такой небольшой домик с верхней палубой. Здесь показаны достаточно крупные летающие платформы, на которых устроен целый городок. Это можно назвать и аэростатом, и наверное немного дирижаблем только такой формы. И какие-то двигательные конструкции. Аэростат можно было бы соорудить даже и таким образом, если у нее достаточно большая подъемная сила. Конструкция летающей машины. Это можно списать на фантазию, либо свидетельство того, что такие вещи делались в те времена. Здесь указан, видимо, паровой двигатель. Вот это лопасти вертикальной тяги. Эти направляющие горизонтальны. Летающая машина взлетает с башней с подскоком. Такая конструкция может работать на антиграве. Скорее всего, здесь расположены шары антиграва. Антигравы в разных источниках указываются в виде вот таких шаров. Свечение, видимо, какая-то святость. Вот простая конструкция. Лодочка и антигравы. И парус в качестве двигателя. В наше время также используется летающее крыло. Почему бы его нельзя было использовать в те времена. Управляемый парашют. Вид парашюта. Антигравы. А далее какая-нибудь движительная сила и делай все, что угодно. Даже если их прицепить человеку на пояс, нужное количество человек взмоет в небо. Другое дело, у него нет средства к передвижению. Подготовленная гондола. Двигатель с тягой, с рулем. Сюда вешается баллон дирижабля. И полетели. Вот аналог вдохновитель летающих машин античной Японии. Пара антигравов. И хоть махай крыльями, хоть двигай чем-то другим. Все это разнообразные виды аэростатов, переходящих в различные формы дирижаблей. С неизвестным видом тяги и без дыма за редким исключением. Видно, что производилась эта индивидуальная. Каждый применял свой личный инженерный подход и дизайн. Имел аппарат в своем личном хозяйстве. Более серьезные модели производились производственно, предназначались для транспортировки грузов или людей и выглядят более внушительно. Очевидно, правители с большими ресурсами разукрашивали аэростаты и дирижабли богатой росписью. Японский режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки в своих произведениях «Летающий замок Лапута», «Унесенные призраками», «Кодячий замок» и другие, воссоздают допотопную эпоху культов Айнов, которую сейчас выдают за японскую. Мы видим там русский тип государственности, ведическая культура, построенная на техномагических технологиях. Мегалиты соседствуют с античной и как бы японо-китайской архитектурой, если по-современному. И вот там показаны как раз все эти летательные аэростатные и просто антигравитационные технологии. Такая лодочка на шарах антигравах зависает, но не может двигать объект, поэтому его нужно толкать парусом, пропеллером или крылышками. А для бытового использования это можно сделать даже вручную, получается нечто велосипеда. Эта технология могла масштабироваться до каких угодно размеров, вероятно, что энергетика для антиграва черпалась из окружающей среды. И вот в этих рисунках мы можем видеть все эти приемы использования комбинированных технологий. Так почему же было решено закрыть эту технологию? Самый простой ответ – люди в частном порядке, владеющие такими средствами перемещения, получали бы тогда возможность независимости от закабаления, привязывания к одному месту, обложению доходов и навязывания тех рамок, в которые сегодня загнаны люди. То есть сейчас мы имеем качественно управляемое стадо, которое нужно стричь, иметь бесплатную рабочую силу, плюс еще массу полезности и при необходимости вести на плановый убой. Причем для того, чтобы перемещаться на большие расстояния, для дирижаблей достаточно простых маневровых двигателей. Еще до XIX века было известно, что атмосфера состоит из всевозможных воздушных потоков, разделенных по слоям, и движущихся в разных направлениях. Есть такие слои, в которых скорость воздушных потоков достигает нескольких сотен километров в час до 400 и которые опоясывают Землю через континенты. То есть для того, чтобы попасть в любую точку планеты, достаточно разобраться в этих воздушных потоках. Если покопаться в интернете, то всю информацию о наличии этих воздушных потоков можно найти, так же, как и о существовании атмосферных рек, которые не менее полноводны, как и все наземные и подземные реки. К примеру, причина затоплений в Сочи, Туапсе и других причерноморских городах очень проста. Атмосферные реки в силу каких-то причин меняют свои направления, и когда врезаются в гору, все это стекает вниз. Эта информация не афишируется, ее никто не освещает, и поэтому этих явлений как бы не существует. Именно так сегодня устроена свобода информации, доступная для каждого, кто хочет знать. Прелесть такого управления в том, что людей, которые желают знать, их мизер, и они ничего не меняют, даже если публично об этом рассказывают. Поскольку большинство уже пересытилось бесполезной информацией, которая никак не влияет на их жизнь. И, кстати говоря, современные ракеты не могут просто так пересечь эти высокоскоростные потоки, поэтому их запускают либо в точках, где этих потоков нет, либо те начинают маневрировать вдоль этих потоков. Что очень проблематично при такой конструкции и виде тяги. И, возможно, поэтому свидетели видят, как ракеты на определенной высоте ложатся на бок и летят куда-то вдаль. А может, никуда и не летят, их просто топят, роняют, а все постановки космической жизни на орбите снимают на Земле. И спутники не обязательно выводить на какие-то орбиты, достаточно аэростат вывести в нужный поток, циркулирующий по кругу через континенты, и он будет там мотаться вечно, если не спустит аэростат. Но решение такой проблемы – это уже дело техники. Итак, если бы люди имели возможность подниматься до стратосферы, то они стали бы свидетелями многочисленных фактов того, что так старательно скрывается от населения. Во-первых, то, что все эти слои уже негласно используются, и они не соответствуют официально представленным в науке. Например, чем выше, тем горячее, а не холоднее. Есть разряженные слои, а есть с вполне нормальным давлением. Что дальше находится не глубокий холодный космос, а что-то еще, и так далее. Мы же имеем представление о нашем мироустройстве как о библейских событиях из неперепроверяемых источников. Во-вторых, путешественникам наверняка открылись бы новые неизвестные материки, о которых мы не должны знать. Увидели бы, что расстояния другие, континенты сложены иначе, чем на картах, и другие несоответствия. И что за Австралией и Южным полюсом, возможно, открываются другие земли. И все эти неизвестные континенты, скорее всего, заселены теми, кого для нас не должно существовать. То есть люди в частном порядке смогли бы стать свидетелями того, что, возможно, и космос не тот, и Земля совсем не такая. И об этом говорят многочисленные допотопные карты, которые массово переиздавались на новоизобретенном латинском языке, начиная с 18 века. И не все удалось перевести так, как надо. Отсюда столько разных прорех в современном мироустройстве. Вот и ответ, для чего была такая необходимость уничтожить эту невероятную перспективную для цивилизации отрасль воздухоплавания.